Девочки, дорогие, всем привет! Продолжаем серию влогов, новогодних влогов, как угодно. Я безбожно опаздываю. Получилось так, что я сегодня планировала поснимать видео, но меня пригласили посниматься у Гордона на первом канале. Я уже была на этой передаче, и вот они снова обо мне вспомнили в самый последний момент. Видимо, какая-нибудь Катя Клэп или Маша В. отказалась поехать, вот, поэтому позвали меня. Так что сейчас поеду, узнаю, каким образом это произошло. Как вы видите, я тут пытаюсь из себя строить красотку. Высушила волосы, внизу меня уже ждет машина, а мне еще нужно одеться, потому что я кошмарно опаздываю. Полутора меня Руслан пытался будить, а я была как та самая собачка на картинке, типа, ааа, еще минуточку. Вот, в общем, сон и я, это вечная история, моя вечная любовь, это сон и ее подруга Лень. Короче, поехали вместе со мной. Не знаю, насколько много удастся поснимать там, но в любом случае это что-то более интересное, чем просто хождение на фитнес и на массаж. Волос такой торчит, жесть. Ну, ладно, мне главное сейчас просто помыться, нанести увлажняющий крем, а там мне помогут накраситься и собраться. Решила облачиться во что-то черное и зеленое, и сегодня ароматом у меня будет вот такой вот бланш. Бланш Байредо, Байредо, и все время забываю, как правильно ударение здесь ставится, безобразие. Бролана Духерре, девочки, абсолютный оригинал, даже нет смысла сомневаться. Фантастический запах, знаете, это какой-то запах чистоты, хлопка, мыла, не знаю, каких-то альдегидов, я, в общем, вот не могу его описать. Такой мыльный вкусный запах, обожаю его. Вот, мне кажется, на каждый день он абсолютно нераздражающий и создает у людей ощущение от тебя, как от чего-то такого мимолетно чистого, пролетевшего между них. Да, вообще, люди, это как бы не самое главное. Главное, чтобы аромат травился лично вам. Аллилуйя! 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 Как вы хитренько тут проехали. Часто тут ездите? Просто тоже тут часто езжу, вот тоже у меня каждый день новая тактика. Раньше было удобнее в левых рядах проезжать, а не медленно, но точно ехали. Вот отсюда вот камера, она видела, что нормально можно. Ага, понятно. Потом я вот уже тоже поняла, что нужно по правым-по правым рядам втискиваться и проедешь быстрее. Ужас, конечно. Ну, я сегодня с вами. Прямо лапку пускали. Ну, ты всегда приконишь, чтобы... Да, так как надо только чуть-чуть лаком сбрызнуть, чтобы они уже совсем не раскрутились. Я вышла на улицу немножко поболтать с вами и попить кофе. Кофе просто адский, горячий кипяток. Вот, поэтому на улице будет самое то, а то там красят всех, все болтают. И, честно говоря, там не очень интересно снимать. Вот. Я думаю, что у многих из вас такой некий культурный шок. Честно, ну, я не знаю, могу говорить за себя. Честно, когда я ехала первый раз на Первый канал, на эту передачу конкретно, мне казалось, что должны быть такие супер-гламурные студии, все так клево, все так красиво. А на самом деле это такие старые каменные, кирпичные помещения, какие-то разбитые столики, туда-сюда. Так что никакого такого супер-флера тут нету. И сидят, в общем, другие девушки, которых тоже красят. Вот они рассказывают о том, как вообще ужасно работают визажисты на разных программах. В общем-таки, женские сплетни, от этого вообще никуда не уйдешь. Ой, сто лет не пила кофе растворимый, но даже сахар добавила, потому что с утра не успела поесть. Все, бегом-бегом. Как видите, у меня сегодня такой взрослящий меня мейкоп в очередной раз. Меня все видят гораздо более взрослые, чем я есть на самом деле, но не суть. И на самом деле камеры очень тоже съедают, поэтому в кадре я буду такая практически не накрашена. Вот, хотела сегодня поснимать свои ролики. Видите, оказалась на Первом канале. Я помню, когда я выложила пост о том, что Катя снималась с передачи, поступило почему-то очень много каких-то злостных комментариев. Типа, а что здесь такого? Тоже мне достижение. Ну, я не знаю, мне кажется, попасть в телевизор это все равно достижение. Причем попасть в телевизор, ну, как некий такой персонаж, не какой-то негативно окрашенный, да, типа скандалы, интриги, расследования, а что-то хорошее. Мне кажется, это очень здорово. И плюс в том, что, например, это будет вторая передача у Гордона, в которой я снимаюсь, и это вторая позитивная передача, хотя в основном он снимает такие передачи, ну, какие-то чернушные, назовем это так. Вот, а мне везет, и, видимо, я сама человек позитивный, поэтому меня приглашают тоже на позитивные передачи. Вот. Рука уже болит стоять. Ладно, пойду дальше. Я не уверена, что у меня получится много наснимать в студии, но попробуем. Там тоже будет интересно. Ой, такие дела, в общем. А я еще сегодня на огромных каблуках. Как бы вам их так показать? То, что мне вообще не свойственно. В общем, я сегодня такая. Лэйдис. Лэйдис 2017 просто. Лэйдис 2016 в шубе из песца и ботильонах за 5 тысяч рублей. Ну, в общем, как бы супер гламур. Ладно, все, уже несу всякий бред. Давайте пойдемте туда уже, поснимаю что-нибудь из студии. Ну что, в целом, все скоро должно начаться, поэтому можно уже потихоньку приближаться к студии. Постараюсь снимать, показать, что там, как происходит. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие мои, мы все отсняли, я уже вся стою блещу, но мне, естественно, очень понравилось, и у меня есть одна интересная мысль, но я хочу рассказать ее немножко попозже. Она связана с позитивом и вообще с тем, что мы из себя представляем и как мы выглядим в этой жизни. Девочки мои, дорогие, я добралась домой, у меня вообще сил никаких нету, у меня такая жуткая головная боль, у меня такой головной боли не было уже, я не знаю, очень долго. Я умудрилась без воды в машине выпить какую-то одну обезболивающую таблетку, меня хоть чуть-чуть отпустило, но головная боль такая, что вот, знаете, как будто бы вот такой обруч надет просто по голове, и аж глаза вываливаются, просто жесть. Вот. Вместо того, чтобы снять сапоги и раздеться вообще, и встретить свою кошку, я решила тут поболтать вместе с вами. Я, кстати, купила одну очень клевую вещь, хочу вам показать. Я купила, наконец-то, вот такие пластиковые коробки. У меня вся обувь лежала в коробке, ну, примерно как вот эта, только побольше. Оно там все валялось в пакетах, ну, в общем, вид такой был абсолютно кошмарный. Я, наконец-то, нашла на Озоне вот такие коробки, 4 штуки, стоят 550, что ли, рублей. Ну, короче, каждая коробка выходит рублей 120. Пластиковые такие кофры, они закрытые и одновременно достаточно прозрачные. В общем, мне кажется, что смотрится красиво. Руслан тоже заценил, напишите, как вам. Вот такой у меня сегодня был look of the day. Я, наконец-то, купила себе ботфорты, чтобы прикрыть свои пухлые коленки. Зеленая рубашка SL-Ira и офигительная юбка, которую я купила буквально недавно. Это BeFree. Покупала на Ламоде и как раз-таки вот об этом хотела рассказать вам в ролике сегодняшнем, который я так и не сняла из-за съемок, но расскажу на выходных, потому что на выходные Руслан работает, у меня будет куча времени, чтобы поснимать и поработать, и вообще как-то вот заняться своими делами. Что еще-то вам рассказать? Я сегодня так и не поела, поэтому я безумно хочу есть. Может быть, у меня головная боль, кстати, началась от того, что мои жиры не хотят превращаться в... Как это называется-то, не в углеводы, в энергию. И, в общем, нужно уже пойти что-то поесть, и, может быть, меня как раз и отпустят чуть-чуть. Пуся! Пуся дерет ковер постоянно. Какой же кайф оказаться в кровати! Вы знаете, мы сегодня как раз на передаче обсуждали тему того, как и чем сейчас занимается молодежь, какие есть пути развития, зарабатывания денег и так далее. Вы знаете, и вот молодой человек, который занимается раскруткой всяких интернет-площадок, всяких там социальных сетей, размещает рекламу в своих сетях, ну, в общем, это не блогер, но вот, ну, не знаю, как это правильно назвать, такой грамотный администратор сайта. И, в общем, поступил такой, типа, вопрос, тира такая подковырка. Вот вы, типа, общаетесь со всеми своими, там, заказчиками, клиентами в интернете. А как же вот живое общение? Вы знаете, вот я вообще нормально общаюсь без живого общения. Вы понимаете, просто не стоит путать живое общение и, ну, какие-то современные вещи, которые тебе в нем помогают. Например, мне не нужно много общения. Я не общаюсь с людьми на улице, меня люди в пробке и в магазине раздражают и так далее. Я одинаково кайфую от общения с мамой по скайпу и от общения с мамой в кафе. Я не знаю. То есть, если у меня есть возможность поговорить с какой-то компанией, с каким-то брендом по скайпу или по переписке, я всячески буду это делать, потому что переться на машине два часа по пробкам, платить за парковку и потом, типа, вот живое общение, я фиг знает. Конечно, это такая небольшая, ну, я тут тоже не совсем права, все-таки живое общение, оно нужно, да, это друзья, это какие-то встречи, там, еще что-то. Ну, например, с той же самой Катей, мы общаемся с ней каждый день посредством фейстайма, посредством переписки, но общаться там, скажем, каждый день, выходить в люди, вот, вообще не хочется. Поэтому, вы знаете, вот эти вот все коллективы, вообще, мне кажется, вот, общение в коллективе, это, не знаю, 5% из 100, если у вас хороший коллектив. А так это все какие-то подковерные войны, под какие-то подкрысятничества, угадывание настроения начальника, переживания, и вот все это ради того, чтобы, вот, как бы получить в конце зарплату, там. Я не знаю, я вот почему-то не думаю, что люди, потому что, опять-таки, сегодня на передаче поднималась такая тема, типа, вот, а смысл, да, ну, грубо говоря, вот смысл вашего блогинга, или смысл того, что вы, вот, являетесь администратором группы. Ну, вот, помимо денег, ну, вот, какой смысл? Вот, вы знаете, мне вот тоже так интересно, но, мне кажется, процентов 10 работают в какой-то такой специальности, которая, вот, ну, типа, там, не знаю, кардиохирург, или, там, какой-нибудь гениальный проктолог, или, я не знаю, или космонавт, или, вот, там, что-то такое, да. Ну, то есть, вот такие профессии, что человек это, типа, не столько ради денег делает, сколько, как ради помощи ближнему, там, или еще что-то, да, ну, ну, вот, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Но ведь основная масса людей это секретари, бухгалтеры, менеджеры по продажам, строители, я не знаю, там, монтажники, слесари и так далее. И вот что, вы думаете, вот, у каждого человека из вот этой вот серой массы, причем я здесь имею в виду серая масса в том плане, что это общество, общество и есть серая масса, общество это вот, вот эта вот огромная серая масса, и мы в ней живем, и я тоже часть этой серой массы. Вот у каждого прям такая цель, типа, я вот слесарь, я хочу, чтобы все трубы были чистые, и чтобы люди спускали какашки в свой унитаз, и они очень быстро пробегали по этой трубе, и мир был такой прекрасный. Ну, камон! Ну, люди ходят на работу ради зарплаты. Это, по-моему, самый главный смысл вообще любой деятельности. Потому что, если ты что-то делаешь не для денег, не для зарплаты, это уже хобби, это твое личное развлечение. Короче, я на самом деле, когда на съемках вам еще говорила, что хочу с вами немножко какую-то тему такую поднять, сейчас скажу вам какую. Вопрос, наверное, позитива, позитива в вашей жизни. Многие ругают ту же самую передачу Гордона, там, да, и Бароноска, что типа вот такая чернуха у них, и так далее. Вот мы сегодня общались с редакторами, и я говорю, слушайте, я говорю, мне так приятно, что вот я второй раз у вас в гостях и на позитивной передаче. Они говорят, ну, блин, просто вот так получается. Это во-первых. А во-вторых, говорит, люди любят чернуху. Вот чем чернушнее передача, тем больше людей ее смотрят. И сегодня у нас была такая тема интересная, где молодые ребята занимаются либо бизнесом, либо что-то создают, либо был безумно вообще потрясающий мальчик, который изобретатель, он изобрел трость для слабовидящих людей, в которые включены датчики нахождения в пространстве, GPS, просто, ну, то есть вроде бы такая вот как бы мелочь, да, которая не задумывается, но человек в свои 22 года думает уже о каких-то более высоких вещах, нежели там лайканье фоточек, там, да, и какое-то просто набивание карманов себе любимым. То есть очень приятно, что очень много сейчас реально таких ребят, девчонок, которые занимаются творчеством, видеть какого-то созидания, да, то есть, ну, не вот это вот быдло и прочее. Я была очень приятно удивлена. И вот, ну, с точки зрения здравого человека, кажется, ну, делайте больше таких передач, да, ну, но это неинтересно людям, потому что, опять-таки, вот этой серой массе интересна грязь. И я это к чему? Окей, вот, скажем, там, передача мужской и женской, она по большей части про грязь. Я там была два раза, и два раза я была, в принципе, на каких-то таких позитивных передачах. То есть, то, что я стараюсь замечать позитив, источать позитив, и вообще как-то его пропагандировать в массы, направляет меня на то, что мои проекты, они позитивные. А люди, которые заряжены негативом, они ходят на передачи, где можно поорать, поскандалить, да, подраться, облить друг друга грязью и так далее. То же самое касается моего блога. Я стараюсь нести позитив, относиться ко всему либо с иронией, либо с сарказмом, в худшем случае, да, но все равно как-то вот, ну, 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 с позитивным настроем. И есть девочки, которые, мальчики, да, которые пишут гадости, пишут какие-то скабрезности, и они как бы на самом деле не меня обижают, потому что я не идеальна, и я не говорю, что я идеальна. Я знаю, что у меня большой нос, я знаю, что я поправилась, я знаю, что я не во всем права, я не самая умная на свете. Но люди стараются с таким азартом это подчеркнуть, это так вот вынести, это так вот обсмеять, что мне становится грустно за них, потому что из всего того позитива, который я говорю, несу, снимаю и делаю, люди вычленяют только что-то негативное, только что-то плохое, вот они вот хотят копаться не в чем-то хорошем, а в какой-то гадости. И это так грустно, и это говорит не о том, что у меня проблемы с носом или с жирной задницей, или там с, как мне еще очень многие пишут, что речь у меня плохая, говорю я не на языке, Лермонтова и просто Ломоносова и всех остальных, да, вот речь у меня бодловато и так далее. И люди мне это пишут, и они думают, что они меня обижают, но они обижают не меня, они вызывают у меня исключительно сочувствие, потому что мне кажется, это очень грустно, когда ты видишь какую-то деятельность человека, из всего этого ты выносишь только негативные моменты, пытаясь назвать это какой-то конструктивной критикой. Вот, что-то я разболталась, я надеялась, что этот влог будет такой хороший, короткий, а он опять длинный. Мне тут привезли подарок, знаете, от кого, от компании Henkel Russia, мне кажется, я догадываюсь, что это такое. Помните, в детстве у нас были такие вот коробки, так, типа, месяц декабрь, и там в каждом окошке была шоколадка. И я вот думаю, я просто жрать хочу, вообще кошмарно, я вот думаю, вот сейчас вот здесь вот будет шоколадка или сейчас здесь будет какая-нибудь еда. Давайте, ой, твою мать! Так, вы не слышали этого. Принцессы не пукают и не ругаются. Так, давайте посмотрим, значит, как бы это так вскрыть, открыть. Ой, только бы там были шоколадки, ну пожалуйста, пожалуйста, шоколадки, шоколадки. Шоколадки! Еее! Я так хочу есть, я просто погибаю. В общем, девчонки, чайник скипел, я пойду грудь греть свою курицу, вы видите, я уже просто не в адекватном состоянии, я вот на себя смотрю, но это реально уже неадекватно. Вот, пойду что-нибудь поем и и буду валяться, и не знаю, ничего не хочу сегодня делать, буду на выходных заниматься делами. Я вас очень люблю, я вас целую, я вас обнимаю, я вам очень желаю словить в своей жизни кайф, успешность, доброту, позитив, обращать внимание на хорошие вещи, чтобы плохих вещей в вашей жизни не было. Ну, вы понимаете, что я немножко вру, плохие вещи, они случаются в жизни любого человека, но научитесь плохое отодвигать на второй план, научитесь плохое рассматривать исключительно как мерило того, что вот как бывает плохо, но вот сколько всего хорошего, обращайте внимание на хорошее, потому что я не знаю, зачем быть негативным, ну, зачем? И одно дело, если это какая-то маска, ну, у нас же не все актеры, да, и не все идут на Оскар, а вот такие злые люди, которые мельтешат в своей вот этой вот маленькой жизни, такой короткой, такой единственной, они видят только все плохое, и у других людей они видят все плохое, и это так грустно, и, ну, короче, жесть, я не знаю, я хочу сделать отдельный ролик и про успешность, и про позитив, и про все остальное, такая болтологическая история будет, вот, я не уверена, что вот, думаю, какой-то вообще околонаучный, шизофренический бред многие дослушали до конца, но я, я повторяюсь, я себя плохо чувствую, у меня жутко болит башка, поэтому, если вы всю мою речь посчитаете абсолютно сумбурной и идиотской, то простите мне, пожалуйста, это у меня голова просто раскалывается, вот, поэтому большое вам спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам было интересно побыть вместе со мной сегодня, а я пошла дальше отдыхать и ждать своего любимого с работы, я надеюсь, он не убьет меня каким-нибудь замечанием, типа там, давай готовить Дорадо или поехали ужинать в центр, потому что я хочу просто лечь в кровать и забыться, максимум включить какой-нибудь мультик, вы знаете, даже мультики не хочу включать, у меня настолько болят глаза, что вот прям вообще видеть даже ничего не хочу, ладно, все, хватит стянать на свое самочувствие, главное, что я жива, здорова, это самое главное, так, по стенате этого надоело, как бабка старая, прям ужас, все, я заканчиваю, большое вам спасибо за просмотр, еще раз желаю вам всего самого лучшего, спасибо за ваши подписки, спасибо за ваши комментарии, по максимуму стараюсь на них отвечать, до встречи в моих следующих роликах, пока-пока!